Здравствуйте, меня зовут Ясна Малицкая и я рада представить всем свою книжку, первую книгу из серии экологических сказок для детей Аленка и Мусарадж, которая вышла за две недели до Нового года. Я очень долго работала над этой книгой и в результате и с художником и с художником-иллюстратором и со всеми, кто помогал мне выпустить эту книгу, мы наконец-то ее издали. Эта книга из экологической серии и написала я ее для того, чтобы как можно больше людей прикоснулись к проблемам экологии, которые возникли у нас в последние годы, в последнее время. Но как рассказывать детям об экологии так, чтобы их это не отталкивало, потому что экологические проблемы это всегда какая-то грязь, это всегда какое-то что-то такое неприятное. И как сделать так, чтобы люди заинтересовались и начали что-то делать в этом направлении. И я подумала, что через яркие живые образы это можно сделать так, чтобы достичь своей цели, чтобы люди поняли, что природа живая и что только вместе мы сможем победить какое-то экологическое такое зло. И так в сказке оживает мусор. Он становится большим таким мусорным драконом, который все больше и больше растет и побороть его практически невозможно. Он отравляет все. Он отравляет и реки и леса, отравляет воздух. И герои моей сказки хотят с ним бороться. Но как, если он вредит вообще всем, то есть конечно же это должен сделать человек, но и человек не может в одиночку справиться с этим злом. Ему все-таки нужна помощь природы. И вот когда люди осознают, что природа вокруг них живая, а она действительно оживает. Оживает водяная стихия, оживают лесные духи в моей сказке, ветры становятся живыми существами и домовые, которые помогают человеку, наставляют девочку Аленку, главную героиню моей сказки. И только все вместе, объединившись, они справляются с этим злом. Героиня сказки самая обычная городская девочка. Она и знать не знала, что какие-то домовые существуют, и понятия не имела, что в лесу живет девочка-лесовичка, которая похожа на елку. Но так получается, что она начинает их всех видеть. Но куда она не пойдет, никто не хочет ей помогать, потому что люди натворили много-много чего. И потом, когда ей все-таки удается спасти водяницу, когда ей удается помочь и тем, и другим героям сказки, все духи объединяются вокруг нее для того, чтобы победить злого Мусараджа. Ну и, конечно же, конечно же, не просто так. Ей помогают и взрослые. Но не сразу. Своей сказкой я хотела привлечь внимание всех людей к тому, что природа живая. Она населена духами, которые могут нам помогать, если мы будем тоже заботиться о них. Есть и юмор в этой сказке, есть и грустные моменты, в которых становится действительно грустно, но заканчивается все хорошо. И в конце сказки мы понимаем, как сделать так, чтобы Мусарадж больше не смог собрать себя из частей. Вообще, эту сказку полюбили не только дети. Ее с удовольствием читают и родители, с удовольствием читают ее и более пожилые люди, которые специально для себя даже покупают эту книжку. Те люди, которые знакомы со мной и просто те, которые заинтересовались этой проблемой. И мне бы очень хотелось, чтобы эта книга несла свою миссию в люди, чтобы люди осознавали, понимали и включались в процесс бережного отношения к природе. Прямо перед ней стоял огромный крылатый дракон. Его длинное узкое тело состояло из мусора, пакетов, бутылок, смятых газет и упаковок от чипсов. Все это колыхалось и шелестело от ветра. Желтые глаза со щелочками зрачков смотрели на Аленку в упор. Змей с укором качал головой и усмехался. Аленка повернула голову посмотреть, видят ли чудовища люди. Но люди по-прежнему шли в своих направлениях, обходя лапы крылатого змея, не замечая его. «Ай-яй-яй-яй-яй, какая хорошая девочка! Люблю, когда мусорят!» — произнес этот странный дракон и опустил морду ниже, чтобы получше видеть Аленку. Аленка застыла от ужаса. Змей покачал головой, встал на задние лапы, раскрыл широкие крылья и захохотал. Из его пасти, как из помойки, разила кислятин. «А-а-а!» — закричала Аленка, закрывая руками лицо. «Что случилось, Аленка? Что ты кричишь?» Испугалась, что потерялась. Мама в панике схватила девочку за руку. «Вон там, смотри!» Аленка вывернулась, чтобы показать маме чудище. Но змей захлопал крыльями и рассыпался в воздухе. Только ветер поднялся, заставляя людей заслоняться от летящего мусора. Вернулся прежний вокзальный шум. Голуби, как ни в чем не бывало, топтались у людей под ногами, выискивая крошки среди окурков и шелухи. «Мама, ты его видела?» — Аленка едва переводила дыхание. «Что? Кого? Опять ты выдумываешь! Там никого нет. Пойдем, электричка скоро отъедет». Так мы знакомимся с мусорным драконом. Речка Тишинка выплывала из леса и, вбирая в себя ручьи и притоки, разливалась на просторном лугу. Река делала крюк и впадала в круглое озеро, синим блюдцем сверкавшее на солнце в погожий денек. На дне этого озера возднеется росинка устроила сад из подводных растений. Отец водяной сначала ворчал, что, мол, глупостями занимается, а потом и сам стал приносить для любимой дочки разные безделушки. Постепенно в садике появилась кованая скамейка с изогнутой спинкой, вазон для цветов и даже скульптура, изображавшая счастливого пионера с барабаном и горным в руке. А еще у росинки было трюмо с настоящим трехстворчатым зеркалом. И теперь ее самым любимым занятием было протирать поверхность стекла и видеть, как в нем из-под ила появляется хорошенькая водяница, и улыбаться, и поправлять длинные волосы, и разглядывать каждую черточку на лице. — Опять перед зеркалом вертишься? — пробосила старая нянька Ундина у клея. Росинка вздрогнула от неожиданности, но сразу же рассмеялась. — Ах, это ты, моя дорогая старушка! — весело засмеялась Росинка и снова уставилась в зеркало. — Глянь, как я хороша! Как не радоваться! Как не любоваться! Да, уже ты вся в мать уродилась, а красавишна! Не то, что папаша! На того вон без содрогания не взглянешь! Лысый, круглый, зеленый, но с картошкой, губы, как у карпа, усы, как у сама. Всей красоты бородища шелковая, словно диковинная трава мурава. А как в зенке-то выпучат, все! Текайте, ховайтесь да прячьтесь! Тебе вон из такой красотищи не сладко пришлось бы, загляделась бы в зеркало-то! — покачала головой Ундина, уперев руки в бока. Неподалеку от круглого озера на дне черного омута сидел водяной жадово и страшный икал. Мучительно! Третий день ничего не помогало. Весь омут ходил ходуном, ил вздымался, по поверхности расходилась волна. Воденицы, опасаясь гнева хозяина, старались не попадаться ему на глаза. Рыбы стрелками разлетались в стороны от этого места, и только старая нянька Ундина у Клея хлопотала вокруг рыбоглазого господина и ворчала. — Ах, от жадности поплотился ты, батюшка! Где это видно, чтобы в этих краях медузы водились? Все дно густо мусором усеяно, а тебе все мерещится. Десерт, деликатес! Пакет проглотил, вот и жди теперь в однобрюхе, когда он из тебя естественным образом выйдет. Тот сам собой раздвинулся, появились новые стулья, чашки сами возникли на скатерти, как будто тут и стояли. Загорелись новые свечи в бронзовых канделябрах. Откуда ни возьмись, стали появляться из пустоты существа. Первый был худенький человечек с большой вытянутой головой и широким лбом, старым, но опрятно залатанным вельветовым пиджачке. Заплат на его пиджачке было столько, что не определишь, какого он цвета. За ухом у него торчал карандаш, и из нагрудного кармана виднелся синий блокнотик. Это Прокша, представил его домовой. Я про него уже говорил. В клети живет, учет запасом ведет. Кур, уток, яйца, поросят и цыплят по осени аккуратно считает и в блокнот оформляет. Хорошим хозяевам добро бережет, расточительным мышей напускает. Человечек поклонился, вынул из-за уха источенный карандашик, открыл блокнот и что-то пометил. Аленка жестно пригласила Прокшу к столу. Домовой понизил голос до шепота и добавил. У Прокши снега зимой не допросишься. Не то чтобы жадный, но домовитый. Я, между прочим, все слышу, совсем не обиделся Прокша. Лучше скуповатый, чем мотоватый. От мотовства недолго и по миру пойти, спокойно добавил он, обвел взглядом стол и снова чиркнул что-то в блокноте. Из темноты выскочила кругленькая румяная старушка в платочке и фарточке поверх яркого сарафана. Как у матрешек рисует, сплеснула пухлыми ручками. Ох, ох, ворчун, как я рада, родешенька, что у нас в дому хозяюшка появилась. Ох, и соскучилась я по стрипне да по бабьей возне, по ухвату горшку в бабьем куту. Старушка подскочила к лохматому стричку, оправила на нем одежду, пригладила волосы так, что он сразу стал выглядеть опрятнее и чище. Повернулась к Аленке. Ах, худенькая-то какая! Ничего, на моих харчах мы это дело поправим. Ох, ножки-ручки! Снова заохало, прижимая ладони к груди. Аленка лукаво посмотрела на домового. Ворчун? Это имя такое? Лесовичка Елуня, внучка лешего баруна, страсть как хотела посмотреть на людей. Дед за это серчал, стучал гневно посохом, чтобы даже думать об этом не смело. Уж очень часто страдал лесной народ от людской безалаберности. То намусорят, то пожары устроят, то деревья попилят без счета, да половину в лесу так и бросят. Эх! Елуня за любопытство свое уже не раз поплатилась. Нога в консервную банку застряла, не вытащить. Так и ходит хромая. Платье еловое осенью грибники оборвали. Елуня, увидев людей, елочка обернулась и стоит, не шевелится. А люди, чтобы дотянуться до белых грибов, которые у самых ее ног оказались, обломали нижние ветки. Вот и ходит теперь Елуня, хромая да драная, и все-то ей мало. Хочет, глядите-ка на людей, посмотреть. Мать и бабушка еловые лесовички давно махнули рукой. Никакого сладу с ней нет. Тетушки со снячкой и можжевелкой не хотели брать с собой в темный бор. Только старый барун с ней возился, ругал, гневался, но продолжал звать девчонку с собой и учить разным наукам. Елоне все равно ходила на кромку леса, залезала на верхушку сосны и подолгу стояла, рассматривая жизнь людей. Она давно заприметила старика, одиноко живущего в бревенчатом доме по ту сторону речки. Часто видела она его на рассвете, когда он с котом и собакой выходил встречать солнышко. На закате старик кланялся до земли уходящему солнцу и подолгу смотрел, как светило, уходя на покой, гасит в озере лучики. Елуня тоже смотрела. Каждый год по весне дед сажал на пустырях много разных деревьев. За это его даже барон уважал, но близко к нему подходить все равно запрещал. А недавно лесовичка заметила, что в доме у деда появилась симпатичная девочка примерно такого же возраста, как и Елуня, а может помладше. Елуня даже рискнула подобраться поближе, обернулась елочкой и стояла, еле дыша за забором. Смотрела, как девочка играет с собакой. Я пишу сказки для детей, сказки для взрослых. У меня есть небольшая такая серия психологических сказок для женщин, рассказы и лирические зарисовки. Я не сразу стала писателем. Какое-то время я даже не задумывалась о том, чтобы начать писать книги, ну или вообще развиваться в этой сфере. Я занималась домом, детьми, которых у меня четверо, и в общем-то не помышляла ни о чем таком. Но всегда стремилась к преподаванию. По призванию я педагог и всю жизнь работала в этой сфере. Преподавала сначала французский язык, потом занималась детьми и вообще все время в образовательной сфере. И все, что бы я не узнавала, мне все время хочется как-то эту информацию переработать, чтобы донести до людей. И когда я очень глубоко осознала тему экологии, меня стал волновать вопрос, как донести до людей необходимость бережно относиться к природе. И наверное вот в этот момент я поняла, да, я поняла однажды, что я могу писать интересные сказки, которые задевают за душу. И однажды вдруг поняла, что с помощью сказки для детей, ну и для взрослых тоже, потому что взрослые тоже охотно читают эту сказку, можно нести знания людям. То есть то же самое преподавание, но через яркие живые образы, через такие живые картинки, нести знания людям. И над этой сказкой я работала долго и тщательно, сама очень много училась. Да, пока училась, написала тоже очень много всего. И сейчас уже получаю очень теплые и восторженные отзывы об этой книге, которая стала полноценным таким уже литературным произведением. И, в общем-то, признание читателей это самая лучшая награда. Таким образом, раскрываю и продолжаю раскрывать вот именно писательский свой талант. Ну и, конечно же, собираюсь двигаться дальше, потому что идей для книг много. И вот именно в экологической серии мне бы хотелось сейчас вот продолжать работать. То есть эта книжка будет у меня первой в экологической серии. Эта книжка первая, Аленка Мусорадж, у меня про мусорного дракона. Следующие книги, думаю, пока, может быть, продолжить эту тему или начать что-то про деревья, про океаны, что-то в этом роде. Продолжение следует...